Продолжение следует... 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 с клоном 22C3, но на сегодняшний день у нас уже есть работы по клинической валидации. Мы можем говорить, что для немелкоклеточного рака лёгкого возможно использовать любой из этих двух клонов на любой платформе, которые доступны в лаборатории. И система подсчёта универсальная, является TPS. До сих пор сохраняются некоторые различия для отеза лизумаба для немелкоклеточного рака лёгкого. Здесь всё-таки требуется использовать другой клон, и здесь сайт специфической системы оценки двухступенчатая, которая отличается от тех традиционных трёх подходов к оценке, о которых мы поговорили несколько ранее. Но, возможно, ситуация со временем тоже изменится. Хочется несколько слов сказать про рак лёгкого, про рак молочной железы, потому что это очень динамично развивающаяся область, очень большая доля пациентов, которые потенциально могли бы получать иммунотерапию и которые всё ещё ограничены пока трижды негативным подтипом рака молочной железы, хотя сейчас идёт большое количество исследований, которые выходят за пределы этого подтипа. И если мы будем говорить о зарегистрированных показаниях, то это отеза лизумаб в комбинации с напоклеток с селом, и это только СП-142. И в отличие от многих других локализаций, здесь есть исследование МП-630, которое, в общем, провело сравнительную характеристику различных клонов PDL и доказало, что всё-таки СП-142 является наиболее эффективным предиктором по сравнению с остальными. И на сегодняшний день для трижды негативного рака молочной железы мы не можем заменить этот конкретный тест каким-то другим тестом, который имеется в лаборатории. Но, судя по всему, скоро в нашу практику широко войдёт пембролизумаб, в том числе для рака молочной железы, и здесь ситуация с тестированием будет похожа на то, что происходит с раком лёгкого. Вообще, если немножечко подвести, сгруппировать все опухоли, с которыми мы сегодня имеем дело, то их можно разделить на вот эти три большие группы в отношении к PDL-тестированию. То есть есть, безусловно, опухоли, для которых PDL-тестирование является так называемой сопроводительной диагностикой, и результат теста является основанием для назначения иммуно-онкологических препаратов в той или иной линии. Есть результаты исследований, и это всё-таки рак лёгкого и рак головы и шеи на сегодняшний день. Кроме того, есть группа заболеваний, в которых тестирование может потребоваться и может быть полезным в плане принятия терапевтического решения. Это рак молочной железы, трижды негативные у нас есть результаты исследования. Что касается других фенотипов, то мы ещё в процессе исследования. Это, безусловно, уротелиальный рак и опухоли желудочно-кишечного тракта верхних его отделов. И есть большая группа, в которой на сегодняшний день тестирование не требуется. Хотя мы знаем, что если мы посмотрим на первого члена этой части, то это меланома. Тестирование PD-L1 может дать дополнительную информацию клиницистам с точки зрения принятия решения. И хотя есть существенное ограничение с точки зрения эффективности предикции ответа на иммунотерапию при меланоме, тем не менее отсутствие экспрессии PD-L1 может свидетельствовать о том, что резонно назначать монотерапию иммунопрепаратами гораздо меньше, чем если бы экспрессия была. Что интересно, здесь ещё помимо колоректального рака закономерно с нарушением процессов репарации ДНК, есть ещё эндометриальная карцинома, и она сюда попала тоже вместе с колоректальным раком ММР-дефицитным, ММСИ-Хай. Но есть данные о том, что даже эндометриальные карциномы, которые не имеют нарушения системе репарации, они также отвечают на иммуно-онкологические препараты. Поэтому на сегодняшний день эти опухоли попадают в группу, которая не требует тестирования PD-L1, и иммуно-онкологические препараты могут быть назначены. Но PD-L1 непростой для патолога, непростой с точки зрения аналитики, и с точки зрения воспроизводимости результатов оценки они оставляют желать лучшего. То есть у нас очень умеренная воспроизводимость или исходимость с точки зрения оценки одного и того же препарата разными патологами. И для того, чтобы повысить эффективность работы на аналитическом этапе, безусловно, необходимо аккумулировать это тестирование в каких-то ограниченных центрах в одних руках. У человека должен быть опыт работы с этим тестом, и ему необходим определенный тренинг для того, чтобы выйти на стабильные результаты оценки. Но помимо сложности на аналитическом этапе, мы должны помнить о том, что прежде чем мы дойдем до оценки, мы должны пройти этап окрашивания, который также может таить в себе определенные подводные камни, и для того, чтобы быть уверенным в результатах этого теста, мы должны соблюсти целый ряд шагов по контролю на этапе окрашивания. И в том числе этап негативного контроля – это дополнительные расходы с точки зрения, в том числе, расходных материалов, и это вопрос контроля качества выполнения теста в пределах лаборатории. Но даже до того, как мы начнем тестировать, мы можем столкнуться с тем, что есть ряд сложностей на этапах обработки гистологического материала до того, как этот материал пойдет в тест. И есть ряд формальных, в том числе, ограничений с точки зрения оценки пригодности материала для тестирования. Это и количество жизнеспособных клеток, и возраст блоков, или давность забора материала – это относительные ограничения. Мы, конечно, такой материал берем в тестирование, в том числе материал, который имеет на светооптическом уровне признаки нарушения процесса фиксации и проводки. Мы его тестируем, мы его пытаемся оценивать. Но клиницисты тоже должны понимать, что результаты такой оценки могут не соответствовать тем ожидаемым результатам предикции, на которые мы рассчитываем, исходя из клинических исследований. То есть это в том числе параметры, которые отличают нашу реальную практику от клинической практики, от практики исследования, когда мы имеем дело со стандартно обработанным материалом, когда мы имеем данные о том, как материал прошел каждый из этапов. На сегодняшний день в нашей стране преаналитический этап не стандартизирован, и он не контролируется. У нас, как правило, нет данных о том, какова была продолжительность фиксации, каков был вариант обработки материала. И это влияет на результаты тестирования, безотносительно всех остальных факторов. И этот вопрос, который, безусловно, должен приковывать внимание, в том числе онкологического сообщества, которое необходимо обсуждать, и эти данные, эти параметры, для того, чтобы их внедрить в нашу реальную практику, возможно, целесообразно внести в клинические рекомендации, как на сегодняшний день действующий инструмент контроля того, что происходит с пациентом. Ну и нужно, конечно, несколько слов сказать про другие предикторы. Помимо PDL, рутинным инструментом на сегодняшний день становится тестирование ММР или MSI. Разница, собственно, в том, что ММР – это система белков, которая осуществляет непосредственно репарацию ДНК. Они выявляются при помощи иммуногистохимии. Это простой, с точки зрения реализации, стандартный отработанный тест. На его результаты, опять же, влияют параметры преаналитического этапа. Что касается ПЦР, он, собственно, этот метод выявляет наличие изменения длины микросателитных повторов. Как правило, стандартно тестируются пять повторов, которые приведены на слайде. Есть параметры, которые характеризуют высокий уровень микросателитной нестабильности. Если говорить относительно того, какой из тестов выбирать, или какова может быть последовательность тестирования в этом контексте, то если мы возьмём рекомендации ЭСМО, которые ещё в 2019 году были сформулированы, и на сегодняшний день не претерпели изменений, то на первом этапе в соответствии с ними предлагается использовать иммуногистохимический метод, как более простой и более дешёвый. Хотя, безусловно, и у того, и другого метода есть ограничения по чувствительности и специфичности, и их сочетанное использование позволяет преодолеть большую часть из них. С точки зрения визуальной оценки метод довольно простой. Опять же, требует щепетильного отношения к внешнему и внутреннему контролю для адекватной его интерпретации. Но хочется обсудить немножечко такой вопрос, как субклональная потеря. Это ещё одно преимущество иммуногистохимии перед, скажем, ПЦР, потому что ПЦР – это метод, который не позволяет оценить пространственные взаимоотношения в пределах опухоли, не позволяет нам оценить её гетерогенность. А здесь мы можем её наблюдать визуально, мы можем её пощупать, мы можем её измерить. И вопрос о субклональной потере белков, репарации неспаренных нуклеотидов ДНК, он, в общем, не новый. И этот феномен отмечался изначально довольно часто относительно в карциномах эндометрия. Тяжело его интерпретировать. На сегодняшний день есть предположение о том, что имеет смысл трактовать любую субклональную потерю, которая является, собственно, географической и составляет более 5% от опухоли как ДММР или микросателитную нестабильность. Но, если честно, на мой взгляд, это с точки зрения биологии довольно большой вопрос, потому что как для эндометрия, так и для колоректального рака прогноз, в общем-то, будет определяться микросателит стабильным компонентом опухоли. И поэтому, имея небольшую долю микросателит нестабильного компонента, можем ли мы рассчитывать на какую-то значимую эффективность иммунотерапии в таком контексте. То есть здесь вопросов много, вопросов практических, и вопросы, на которые мы сможем ответить только через какое-то время опытным путём. И сейчас этот феномен, в общем, в раке толстой кишки также описывается, и ему уделяется довольно большое внимание. Я думаю, что скоро мы столкнёмся с тем, что появятся какие-то более легитимные пороговые значения с точки зрения оценки субклональной потери. Но, по крайней мере, этот феномен известен, и я думаю, что он должен появляться в репортах потолков при оценке этого параметра. Ну, и ТИЛС очень неоднозначный с точки зрения сегодняшнего практического применения индикатор. Мы знаем, что крайние проявления опухолевой инфильтрации, то есть это холодные опухоли или горячие опухоли с точки зрения выраженности инфильтрата, безусловно, имеют определённую корреляцию с ответом на иммунотерапию и с прогнозом. Но вот что делать с этой серединкой, которая довольно широка, это не очень простой вопрос. Кроме того, мы знаем, что взаимоотношение между опухолью и клетками иммунного инфильтрата оно не такое простое. Есть несколько типов, мы на сегодняшний день можем их категоризовать или каким-то образом классифицировать. То есть следующий этап – это определение, опять же, пороговых значений, которые будут иметь какую-то корреляцию с клиническими исходами или эффектами. Ну и что нас ждёт в будущем? На сегодняшний день наибольшую эффективность с точки зрения предикции ответа на иммуно-онкологические препараты показывают мультиплексные методы пространственной оценки или пространственной характеризации взаимоотношений между опухолевыми клетками, клетками микроокружения, в том числе несущими различные индикаторы, различные маркеры, будь то PIDEL или CD8 и так далее. То есть вот этот подход к пространственному с одной стороны, а с другой стороны к комплексной оценке взаимоотношений между различными компонентами и клетками, он оказывается наиболее эффективным, но очень трудоёмкий на сегодняшний день. И опять же мы здесь будем лимитированы вопросами при аналитике, которые требуют жёсткой стандартизации. Спасибо.